МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чистота и порядок". В районах города прошел субботник. -"Желание, в принципе, всегда есть". Кто вышел на генеральную уборку? Все по карманам. Бобруйчане в Могилеве обнесли несколько магазинов. На какую сумму? Забота и внимание. Ветеранов посетили гости с охапкой сезонных овощей. Я очень счастлива, что обо мне не забывают. Чем порадовали? А также обширная программа и Дни России и Беларуси. Делегация по Братимово-Тольятти приехала в гости. С какой целью? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. В канун большой встречи Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию. 8 октября, напомним, в Москве пройдет саммит СНГ. Первый борт с утра вылетел из Минска и уже прибыл в российскую столицу. По прилету президента встретили госсекретарь союзного государства и новый посол Беларуси в стране-соседке. Прямо утрапа обсуждение рабочих вопросов. Посол, освоим все чуть-чуть, нет? Замечательный был прием, очень теплый. Нет, прием я понимал. А это индикатор отношения. Это вас. Его сейчас была группа высокого уровня, Александр Григорьевич, уже включился в работу, но мы так започем, чтобы сроком становился интересным группой. Сейчас и Александр Николаевичу возможности войти. В повестках грядущего саммита ожидается широкая. Будут рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности в сфере высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Помимо этого предусмотрено неформальное общение глав государств. Символично, что визит в Россию проходит в день рождения Владимира Путина, которого с самого утра Александр Лукашенко поздравил официальным обращением. Рука не дура. Двое бобруйчан обокрали в областном центре несколько магазинов. К могилевским правоохранителям обратились несколько представителей торговых объектов, у которых были похищены товары на сумму около 1600 рублей. Выяснилось, в краже причастен 25-летний бобруйчанин и его 40-летняя спутница. Криминальная пара незаметно вынесла награбленное из нескольких магазинов, а после перепродала улов третьим лицам. Вырученные деньги бобруйские Бонни и Клайд оставили себе на личные нужды. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. К вам гости. Ветеранам Великой Отечественной войны привезли сезонные овощи. Бобруйские члены Либерально-демократической партии Беларуси, среди которых и представители депутатского корпуса, а также главы администрации Первомайского и Ленинского районов, ветеранских организаций, в субботу решили провести с пользой. В мешках яблоки, картофель, морковь, лук. На лицах улыбки, в сердцах безмерная благодарность за великий подвиг. Акция проходит по всей стране. Но мы в этой акции принимаем, как члены Либерально-демократической партии, уже не первый год. И к 9 мая постоянно посещаем всех ветеранов. Особых людей, к которым мы признательны, к которым мы с уважением относились, относимся и будем относиться всегда, потому что это те люди, к которым мы родились на этой земле, на которой мы живем, трудимся и радуемся каждому дню. Субботняя акция приурочена ко Дню пожилых людей. Приятные визиты прошли и в рамках республиканской акции «Уважение, забота, ответственность». Я очень счастлива, что обо мне не забывают, что нас посещают, что нас поздравляют, что чувствуют, что мы есть. И были такие, и есть еще. Большое вам спасибо. В перечне визитов 23 адреса. Внимание уделили каждому ветерану. Высокие гости не просто порадовали вкусными презентами, но и скрасили осенние будни теплотой общения. С заботой о родном крае. Не только местные жители, но и гости неоднократно отмечают. Бобруйск – город ухоженный. В этом заслуга неравнодушных горожан, которые заинтересованы в благоустройстве своих районов. Добрая традиция – городские субботники. С активными и инициативными пообщалась Елизавета Житкова. Предприятие «Наводить марафет» начали еще с пятницы. Для уборки прилегающих территорий на рабочих местах вышли трудовые коллективы завода КПД и Белшины. Прибрались и в лесопарковой зоне Полынькова, а также от Кольца до Вечного огня. 5 октября к масштабной акции «Чистоты» присоединились другие организации Первомайского и Ленинского районов. Наша задача первая. Мы произведем санитарную уборку с улицы Московской по улице Минской, и второе. В этом мы видим общение. Все вышли по зову сердца. Наше предприятие, хотя находится на улице Карлолитник-Та-11, у нас участие, как и в Ленинском, там и в Первомайском районе. На этих участках наши работники выйдут и тоже примут участие субботниками. Сотрудники теплоэнергетики привели в надлежащее санитарное состояние прилегающие и закрепленные территории. У Рицкого вдоль проезжей части по обе стороны зияет чистотой. Для работы только на этом участке вышло порядка 60 работников. В их числе и ветераны производства. Мы же тоже жильцы нашего родного города. Тем более ветераны. Сейчас уже огороды, дачи, практически работы закончились. Почему бы не участвовать в таком мероприятии? Мы в коллектив свой родной пришли, заодно встретились и с удовольствием работали. На отрезке Орженикид Золынькова трудились специалисты ТАИМ. Порядка 40 человек убрали опавшие листья, подмели территорию. Некоторые приходили целыми семьями. С собой взяла своего ребёнка. Ей очень понравилось. Я надеюсь, что это сплочает коллектив. Это пойдёт на благо не только нашего предприятия, но и города. Приятно, когда люди приезжают с других стран, допустим, даже в масштабах нашего города, нашей страны. И смотришь, слушаешь, читаешь. И когда говорят, что Беларусь сама по себе красивый город, там Бобрусь в том числе неоднократно отмечали, что отличается своей чистотой, порядком. Ну, знаете, это же приятно, как для любого человека и гражданина нашей страны. Я всегда за субботник никогда не отказываюсь. То есть, ну, если есть возможность, желание, в принципе, всегда есть. Мы убираем сквер Беларуси-Резинотехника. Сквер находится на центральной улице нашего города. Он, кажется, небольшой, но всё-таки 5,5 гектаров. Все деревья широколистные, много листвы, много веток. Поэтому это лицо нашего города, улица Минская. И хочется, чтобы она была чистая. Все коллектив со всех подразделений сегодня вышел на уборку. И хочется сделать город чище, краше, ярче. Субботник – не просто уборка, но и хороший повод для тёплых встреч с коллективом. Активного времяпровождения с семьёй. Внести свою лепту в общее дело никогда не поздно. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Душа и история народа. Бобруйск с культурной программой «Дни России и Беларуси» посетили представители города по братима Тольятти. Местом встречи стал Центр дополнительного образования детей и молодёжи. Во все особенности нацкультуры погрузился Роман Костюков. Проведение Международного детско-юношеского фестиваля «Практикума культуры России и Беларуси» стало возможно благодаря гранту президента страны-соседки. В рамках запланированного проекта в октябре Синьолково посещает учащиеся и студенты Тольяттинских учебных заведений. Всего 50 человек. В маршруте три белорусских города – Минск, Бобруйск и Могилёв. Мы находимся здесь, в гостях. Впервые, честно скажу, все, кто у нас здесь – это и дети, и взрослые, и педагоги, и хоровые коллективы, творческие коллективы. Мы впервые с большой радостью знакомимся со светлой и доброй республикой Беларусь. В Тольятти и Бобруйск связывают прочные побратимские связи. Этим летом делегация во главе с заместителем председателя горсполкома была с визитом в российском регионе. Это и некая поддержка побратимских связей, обмен культурный. Это и развитие творческих возможностей. Поэтому для города это, конечно, знаковое мероприятие, потому что оно подчеркивает дружбу не только между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вообще, а конкретно между нашими городами-побратимами. В Центре дополнительного образования детей и молодежи развернулась программа с русской душой. Фойе, фотовыставка, мастер-классы и дегустация. В концертном зале театрализованные дофиле, хоровые коллективы, танцевальная, обрядная традиционная культура и проведение вечерок. Перформанс показали художники-студенты. Много всего интересного, познавательного. Еще даже удивляет, что они исполнили именно нашу белорусскую песню. Мне понравилось, как пел хор, как вообще пели. Иллюстрации эти, как они двигались, одежда тоже так все подходила. Было красиво вообще, запоминающе. Я считаю, что эти мероприятия очень полезны для поддержания культуры и духовных ценностей. Сказки, былины, музыка, песни, частушки, танцы, обряды, блюда и игрушки – неотъемлемая часть российской и белорусских культур. Пока наши народы сохраняют братские отношения, традиционные ценности продолжают остываться в повседневной жизни общества. В подтверждение тому – межгосударственные фестивали, программы и экскурсии. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Мы продолжаем исследовать старые дома города. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Сегодня прогулка по социалке. В центре внимания двухэтажный дом 79. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!